Будьте благословенны! Слава Господу! Дорогие возлюбленные братья и сестры! Мир вам! Вы верите, что вы возлюбленные Господом? Дети, сын или дочь? Слава Богу! Знаете, Слово Божие говорит, что возлюбленному свою Бог дает покой, сон, покой. Да, несмотря ни на что, Бог дает нам покой. Поэтому снова хочу вам сказать, мир вам, братья и сестры! Пусть Божий покой наполняет наши сердца! Я буквально сегодня утром прочитал это местописание. Вот, хочу с вами поделиться. 1 Фессалоникийцам, 4 глава и 10 стих, 2 часть. Такие слова. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Вот, меня так, я готовил на эту тему проповедь, и меня так вдохновил этот стих. Здесь апостол Павел такие слова говорит, умоляем вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Вот, в другом переводе я посмотрел, приложите все силы для того, чтобы быть мирными людьми. Иметь мир. Знаете, это великое благословение, которое даровал нам Господь. Вот, вот иметь Божий мир. В другом месте я тот же апостол Павел, я прочитаю, а, Петр. Это 1 Петра, 3 глава. Написаны такие слова. С 8 стиха. Вот, такое тоже сильное местописание. Кто любит жизнь? Знаете, мы любим жизнь, не так ли, братья и сестры? Мы, когда заболели, мы цепляемся за жизнь. Мы слушаем врачей особенно как-то, да, чтобы поправиться, чтобы дальше жить. Мы хотим видеть наших детей, да, в будущем кто-то внуков. Мы любим жизнь. Мы хотим жить, братья и сестры. Конечно, случаются в жизни переживания, бывает у человека такое состояние, не хочется жить. Но в основном мы любим жизнь. И, знаете, мы в жизни хотим видеть добрые дни. И Петр здесь говорит, если вы любите жизнь и хотите видеть добрые дни, вот, бывает день, и он непростой. Мы делаем какие-то вопросы, решаем на работах, бывают какие-то трудности, где-то что-то не получается. Но ты стараешься, проживаешь этот день, ты молишься, Бог дает тебе силы. И ты в конце дня, ну, как-то анализируешь свой день. И ты говоришь, добрый день этот или плохой день этот, да. Но что чаще в жизни ты говоришь, добрый этот был день или плохой? Знаете, наверное, христианин чаще говорит, это был хороший день, правда. Это был добрый день, потому что Господь был со мной, Господь мне помог, Господь меня повел. Вот я благодарю Бога, да. Но тут есть три условия. Вот если мы хотим, любим жизнь и хотим видеть добрые дни, вот тут три таких условия есть. Написано, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. И удерживай, это значит, ну, у тебя есть эта сила, у тебя есть эта возможность удержать. Знаете, сейчас такое время, когда мы слышим очень много различных новостей. И, знаете, нам так часто порой хочется высказаться. Вот сказать, вот что я думаю по этому поводу, да. Или там бывает, человек тебе что-то сказал, ну, я сейчас тебе скажу. Тут написано, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Вот апостол Иаков пишет, что язык огонь, да, прекрас, а не правдой. Он воспаляет круг жизни, сам, будучи сам воспаляемым от гиены. Вот говорится про язык. То, что ты говоришь, то в твоей жизни и происходит. Жизнь и смерть написаны во власти языка. И любящие вкусят. Вот то, что ты говоришь своими устами, это либо приносит в жизнь людей, с которыми ты общаешься, или в твою жизнь мир и благословение, либо зло и проклятие. Вот настолько язык наш важен. Важно, что мы говорим. И это первое, да. Потом уклоняйся от зла и делай добро. Вот это то, что заповедал нам Господь. Мы к этому призваны, братья и сестры. От зла уклоняться и делать добро. Служить людям. Быть добрыми. Говорить добрые слова. Я в своей жизни часто, вот общаясь с друзьями, вот утром, например, мы с некоторыми друзьями созваниваюсь. Я всегда говорю, хорошего тебе дня. Будь благословен. Вот мои друзья знают, могут подтвердить. Я искренне желаю, чтобы этот день, эта жизнь, ну его жизнь для этого человека, она хорошо прошла. Он имел от Бога благословение. И это важно. Почему? Потому что и я через это буду в своей жизни иметь благословение и мир. И дальше написано третье, что ищи мира и стремись к нему. Знаете, сейчас многие люди ищут мира. А мы, братья и сестры, как верующие люди его имеем. Он у нас есть. Потому что, если мы вспоминаем день своего покаяния, то первое, что пришло в сердце после твоего покаяния, это мир. Вот я помню, неверующий был, идешь на работу, боишься. Не знаешь, не помнишь, что ты вчера натворил, и не знаешь, какие последствия. И ты идешь со страхом. С работы возвращаешься в семью, ты боишься. Нету мира, потому что не все в порядке. Потому что, ну, вчера что-то наговорил, что-то наделал вчера, и ты идешь и боишься. Но когда ты с Богом, когда в твоем сердце вот есть Господь, Он дает этот мир. Знаете, и многие люди пытаются, ну, не в Боге найти мир, а какие-то способы ищут для того, чтобы какой-то покой найти. И особенно сейчас, в это время. И, но мир можно найти только в Боге. Вот я хочу прочитать это местописание, это 61-й псалом. Давид написал, 2-й стих, тут можно два стиха читать, 2-й и 6-й. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. И 6-й стих. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя, и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. Два раза Давид говорит вот эти слова. И я слышал недавно проповедь, и вот там говорилось, что вот эти слова Давид написал, когда он бежал от авиасолома. Вот у него было такое время переживаний. Знаете, Давид, он был уже, ну, царь. Он уже был в том, что Бог ему дал. У него уже были взрослые дети. У него был какой-то духовный опыт. У него был и жизненный опыт. Но вот такие обстоятельства случились, и авиасолом на Него восстал. И знаете, Давид, он не начал с сыном воевать. Понятно, что там силы были неравны, и с Давидом ушли, он оставил Русалим. И вот он идет по этой дороге, и с Давидом шли только верные его друзья. И мы там, если читаем эту историю, мы знаем, куда Давид идет. Он идет на место, где он поклонялся Богу. У него было место, где он встречался с Богом. И он со своими друзьями идет на то место. И он поет, и он говорит эти слова. Только в Боге успокаивается душа моя. Только он, твердыня моя. И представьте, в это время выходит на дорогу семей и начинает его злословить. Да, вот. А он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. И вдруг один из друзей говорит, давай я ему сейчас голову отсеку, Давид, не трогай. У Давида мир в сердце. Давид хранит в сердце мир, несмотря на обстоятельства. И он говорит эти слова. Только в Боге моя душа, она имеет истинный покой. Братья и сестры, только Бог. Я хочу сказать тем людям, которые здесь, может, первый раз сегодня, только Он дает истинный мир. Вот это шалом, о котором говорил наш пастор в начале служения. Это глубокий мир, который внутри. И Слово Божие еще в Исаии говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо над тебя уповает Он. Совершенный мир Божий наполняет наши сердца. И он только в Боге. Помните, Христос в Евангелии Теана, 14 глава, по-моему, 27 стих. Он говорит, мир мой оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как этот мир дает, я даю вам. Но да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вот этот шалом, который дает Иисус, и только Он, никто другой тебе не даст такой покой и мир, какой дает тебе Господь. Вот только Он, братья и сестры. Второе, что хочется сказать, что еще нам дает мир, это 118-й Псалом и 165-й стих. Такие слова. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Я осмотрел другой перевод немножко, и там эти слова звучат так, что человек, который любит Божий закон, он приобретает шалом, он приобретает мир. Знаете, когда мы в какой-то тревоге, или в каком-то переживании, или какие-то в нашей жизни проблемы, но когда ты обращаешься к Божьему Слову, оно всегда несет мир, оно всегда приносит мир. И тут написано, что «великий мир у любящих твой закон, и нет им преткновения». У тех людей, которые любят Божье Слово, «великий мир». «Великий мир», потому что он от Слова Божия приходит. Знаете, у Божьего Слова на любую жизненную ситуацию в нашей жизни есть ответ. На любую. Ну, многие люди говорят, что на многие ситуации. Нет, на любую. На любую. Только надо найти. Только молитвенно. Надо подходить к Божьему Слову с молитвой. У меня в жизни было много таких примеров, когда трудно. Я уходил, я закрывался, я молился, я искренне был перед Богом, я каялся, я становился на колени, я чувствовал, что Он пришел. Его присутствие было на том месте. И всякий раз мне приходило слово, которое приносило мир в мое сердце и покой, и давало наставление, как мне дальше поступать и жить. Вот это было несколько раз в моей жизни, но это так, братья и сестры. Божье Слово, оно приносит в твою жизнь мир и покой. И еще раз прочитаю. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Не споткнуться. Не споткнешься, если будешь любить Божье Слово. Если оно у тебя на первом месте. Если ты встаешь и этого ищешь. Если ты стремишься, ну, знаете, бывает, мы... Ну, у меня нету такого. Я не знаю, как в вашей жизни, но я всегда стараюсь. Утром, днем, там, вечером. У меня есть планы специальные пребывать в Божьем Слове. И это мир приносит. Бог наставляет через Слово. Бог дает силы стоять в правильном положении перед Ним и перед людьми. Пусть Бог благословит, чтобы в нашей жизни Слово Божье было на первом месте. И тогда твое сердце будет великий мир наполнять. И еще место Писания прочитаю послание филиппийцам. Оно тоже написал апостол Павел, когда был в тюрьме. Тоже было для него непростое время. Но смотрите, все мы знаем это место Писания. 4 глава, 6-7 стих. Такие слова. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот не заботьтесь. Вот это слово, оно не тревожьтесь, не беспокойтесь. И еще есть такой перевод не торопитесь. Вот перевод этого слова. Не торопитесь. Что-то делать, какие-то выводы. Произносить какие-то слова. Не торопитесь. Знаете, так для себя взял, лучше я скажу Богу в молитве, чем я скажу человеку. Потому что не знаю, как человек среагирует на то, что я скажу, но Бог поймет. Лучше я ему скажу. И тут написано, но всегда, но всегда, давайте вместе скажем, но всегда, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте желание. Это не только, не только желание, нужды, вопросы, переживания, желания. Ему говори. Не торопись, сделай какие-то выводы. Говори ему. И написано, и мир Божий, который превыше всякого ума. В другом переводе, всякого понимания. Потому что, знаете, в жизни есть вещи, которые мы не понимаем, и на этой земле, возможно, не поймем. А поймем только там, на небе. А бывает так, что сегодня ты не понимаешь, но пройдет какое-то время, и ты понимаешь, почему так произошло в твоей жизни. Вот. То пока не понимаешь, молись. И мир Божий, который превыше всякого понимания, соблюдет твое сердце и мысль в единении со Христом. В единении со Христом. Это важно. Это важно, знаете, нам, как верующим людям, в это вот время, которое мы сейчас переживаем, хранить мир и быть в единении со Христом. потому что мы не знаем, что будет завтра, но если ты в правильном положении, если ты со Христом, то твое сердце наполняет мир, то твои уста будут говорить правильные слова, не проклятие о благословении, не возмущение о благодарении. И тут написано, что с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И хочу вам пожелать, братья и сестры, мы будем молиться. Это из послания Колосиным я прочитаю с 14 стиха. Третья глава, 14 стих и ниже. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Пусть Божий мир, братья и сестры, в этот день, в это утро, в это время владычествует в ваших сердцах, владычествует. Пусть не какие-то переживания будут выше, не какие-то вопросы жизненные, но мир Божий сейчас владычествует в наших сердцах. Пусть Бог благословит нас, мы будем молиться. Давайте склоним наши колени. Отец Небесный, слава Тебе.